здравствуйте дорогие друзья этим видео мы с вами открываем новую рубрику бродилки по катушке по германии вы меня впервые видите с моим рюкзачком фото да и это диффузор мой да и так для чего я сюда приехал мне нужно для одной своей идеи розочки ребят и я надеюсь их тут снять тут есть такой розарий в этом парке но если они уже отверли я не знаю я не слежу за этим то мы с вами сходим еще может быть в японских парк ok ну пошли на гору пошли так мы с вами в парке здесь детишки почему-то в одинаковых мальчиках всех лазит по своим летушечка почему клетушечка ну потому что по-немецки лазай лазить это клеттерн поэтому я зову клетушечка так а нам с вами вот туда вот в тот розарий ну я вам скажу розы еще есть теперь главное найти подходящий и попытаться это сфотографировать потому что погода видите не фотографичная погода совсем но мы рискнем так я нашел первую желтую розу мне в общем то хотелось желтую но покрупнее покрупнее они уже отцветают я смотрю да ну ничего сейчас что-нибудь подходящее найдем все равно вот это мне нравится поглядим так приготовим ну и чего хочу вот эти совсем розовые но они большинство уже облетели как всегда не успеваю с идеями вернее с идеями успевая со временем не успевая но пойду сейчас на эту сторону еще поснимаем парк конечно огромный там внизу лабиринт там семи горе ну если я уже брякнул про японский садик ну как придется иди показывать пошли ребят вот видите пасутся гуси там и плавают лебеди вон их там целая куча видно нет ну полно целыми стаями тут но они летучие то есть никто им крылья не подрезал никто их тут не трогает выпаси бог их тронуть тут же выйдет полиция и штраф будет существенный на чё побежали гуси лебеди ух лениво ну вот пришли эта полянка вообще-то здесь здесь мы собирались фотографы из бона из других городов приезжали такая у нас тусовочка здесь была модели привозили и в общем шашлыки делали на лодочках вот катались красота была но потом это все пришло на нет организаторы в том числе и я заленились и перестали это дело организовывать так а больше никто не захотел и так вот этот японский садик сейчас сейчас мы с вами туда зайдем я немножко успокоюсь с камерой так вот вот так это выглядит пока плохо видно да мы с вами пойдем потихоньку чтобы не сотрясать особо камеру и заглянем он небольшой во все уголки он небольшой совсем лесенка есть взять лесенку из лесенки с лесенки поснимать так вот начинается тут такие симпатичные деревья да о какая рыбища видно я думаю да вон они огромные куи а там их еще больше тут их прикармливают вот они и плавают как ненормальные сюда прибежали вон еще бегут так ну вот так выглядит а тут по верху как акула белый какой-то привет вот собрались нет у меня у меня только два ойра вы деньги не грете так они совсем со всего пруда несутся и так тут различные башенки есть водопадики переходики красивые камушки здесь модели фотографировали они очень радовались и рисковали лезть аж на середину туда ну что ради красивой не сделаешь да а вот смотрите какие красивые досточки да так вот кувшинки лилии расцветают опять рыбки такие деревья такие деревья и кибана какая-то вот вот красивое место здесь там маленькая пагода какая-то сделана вот ну конечно здесь бы наделать фотографии но ребята я не ландшафтник понимаете что зря вот это как говорится что-то мучить не можешь оставь другим так тут для созерцания сидят вот вот так чуть присядем камерой помахаем туда-сюда в тенечко насладиться можно хорошо ну что ж пошли дальше оп так вот 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 ступеньки вот ступеньки так можно пойти по верху там есть водопадик сверху смотреть что пойдем сверху ну вы прям не жалеете меня а потом снизу пойдем да? молодцы я так и знал ну пойдемте шумит там водопад куда да? так 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 И вот туда по камушкам Ну вот я смотрю, обратно никак, да? Ой, ребят, ну придется назад Сюда? Не знаю, стоит ли сюда лезть? Наверное, стоит, раз тропинка есть Давайте залезем, посмотрим Как тут все выглядит, ох Да, иначе бы мы тут не попали, поводом Так, зайдемте, сейчас водопад посмотрим Ой, там он похоже Прятутся вместе с камерой Ох, рисково это было делать Так, вот видите, вот отсюда он убежит Вот тут мы с вами перебрались Но второй раз я делать не буду Я вспомнил, что у меня сзади еще и Никон в рюкзачке А он не водопроницаемый Вот отсюда давайте посмотрим Вот Со всех, со всех сторон, да? Красиво Через листочки красные свечет Кстати, красные листочки Это надо запомнить За листочками никто ничего не сделает Так, оторву парочку Когда нужно выйти И все Так, ну давайте возвращаться Не здесь Пойдем опять туда Видите, он совсем небольшой Но он очень приятный Особенный, когда здесь Сакура цветет То бишь вишня Тогда Очень тогда напоминает Так Вот, еще раз посмотрели Видите, сколько здесь Красивых мест, где можно посадить модель Можно сфотографировать ее и так далее У меня где-то есть фотография Здесь я стою в кимоно И с мечом Со своим китайским Ну, кимоно-то Тоже китайское, кстати От тайчи Ну, я сейчас уже его не найду А то бы показал Смешно было Итак Мы с вами возвращаемся к машине Жарко, ребята Очень жарко Но Я сейчас Можем выбрать Можем выбрать Варонжа Варонжа Или пиа Варонжа Да, все там Я использую это самостоятельно для фотографирования, когда я возьму и приезжаю домой, что происходит? Ничего не происходит. Да, поэтому в холодильнике лежит в холодильнике. И я хочу только эти вещи. А, вафель? Не, 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 вафель. Вафель? Вафель, да. Они хотят купить одну пакку или только одну? И что стоит одна пакка? И сколько это стоит? 400 пакок. 2-3 штук больше не нужно. Но не сейчас. Не сейчас. Да, я скоро выйду. Что будет это стоить? 4-4 штук. 4 штук, скажем так. Я не могу это сказать. Нет, я не могу это назвать. Я купил 1-е из. Что стоит 1-е из? 1-е из. 1-е из. 1-е из. 1-е из. 1-е из. 2-е из. 2-е из. 1-е 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 из. 10-е из. 1-е из. 1-е из. Отдал. Хорошо, вот так предметный фотограф или фуд-фотограф побеждает желание выпить пиво. Все, идем домой. Так все, прощай, пивной ресторанчик. Свой выбор я сделал. Те маленькие копейки, которые мне со мной были, завалялись в кармане, я потратил на это. И теперь нам надо с вами найти нормальный спуск, потому что больше по горке я не хочу, хочу спуститься по-человечески. Типичный пивной уголок с типичными столиками, лавочками. Так, ну а нам с вами вот сюда. Давайте теперь спустимся по-человечески. А в конце стояночки ждет наша ласточка. Ну вот, дорогие друзья, первая серия наших бродилок-покатушек подошла к концу. Я надеюсь, вам понравилось. Я нафотографировал розочек, купил стаканчиков. То есть вот это и самое будет дальше. Сочетание полезного с приятным. Полезного для меня, приятного для вас. Всего доброго, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok